Пытания ховы працы и профилактики травматизму у сферы будавництва обмерковались сёння на посаджении Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. У ответственности с Державной программой об социальной обороне в 2019 году Беларуси обвешены годом безопасной працы у будавництве, тому к этой теме сёлета особливая увага. В минулом годе тематичная инспекция и обкамы профсоюзов провела 11 плановых проверок, подчас яких выявила больше за 100 порушений у законодавства по ахове працы. А мальчатыры стоподобных фактов было знайдено подчас мониторингау. Среди них, например, неотповедный температурный режим у помешканьях и отсутность оховных касок на рабочих. На стройпляцовках не охороживаются потенциально небеспечные зоны, часто неправильно складываются материалы, а некоторые рабочие не проходят проверку ведау по ахове працы або не мают сетповедной квалификацией. Однако, анализуючи статистику 2018 года, вины наймальников у несчастных выпадков на вытворчасти не выявили. Головной причиной называют низкую працевную и технологичную дисциплину и порушение правилов с боку самих потерпелых. Поддерживать парадок на вытворчасти и сочит за выполнением нормов допомагают громадские инспекторы. Сейчас их в области 604 человеки. Мы сейчас ставим задачу, чтобы общественный инспектор был избран в основном активный помощник мастера. Ну, как правило, это бригадир. Чтобы он сам не нарушал правила охраны труда и, главное, останавливал своего коллегу. Но для того, чтобы работал общественный инспектор, всегда нужно ему говорить спасибо. То есть, нужно, чтобы на каждом предприятии был механизм разработан именно мотивацией безопасно трудиться. Строительная отрасль была и остается на сегодняшний день одной из травмоопасных. Поэтому единственной и главной задачей на сегодняшний день у нас остается, чтобы работник пришел на работу здоровым и ушел с нее здоровым.